За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них шестеро погибли и 34 получили ранения. В их числе были травмированы трое несовершеннолетних. 63 водителя за минувшую неделю попались в пьяном виде за рулем. По вине одного такого произошло ДТП. Минувшие выходные также отметились авариями, которые бурно обсуждали в соцсетях. Водитель «Газели» пострадал в столкновении с фурой в Визняковском районе. Авария произошла на 279-м километре М7. Судя по фото с места аварии, грузовая «Газель» догнала попутную фуру «Скания». От удара кабина «Газели» оказалась деформирована так сильно, что сотрудникам МЧС пришлось извлекать пострадавшего водителя при помощи специальных инструментов. По предварительной информации, водитель с 77-го года рождения, управляя автомобилем «Газель», двигатель в направлении города Нижний Новгород на регулируемом перекрестке совершил столкновение с состоящим на запрещающий сигнал светофора большегрузом «Скания». За рулем которого находился водитель 63-го года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Газели» госпитализирован. По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение проверки. На трассе под Юрьевпольским автомобиль «Волга» вынесла с дороги в Кювет. Фото перевернутой машины выложили в сеть очевидцы. По данным МВД, на 38-м километре трассы Владимир-Юрьевпольский-Переславль-Залеский автомобиль с ивановскими номерами вылетел в Кювет, где он перевернулся на бок. Водитель не пострадал. Впрочем, подробности этой аварии в полиции не сообщают. В соцсетях очевидцы рассказали, что якобы водитель был пьян. Эту информацию не подтверждают, но и не опровергают в МВД области. Сразу несколько автомобилей столкнулись на проспекте Ленина у поворота на Ставровскую во Владимире. Судя по фото с места аварии, в районе двойной сплошной стоит разбитое такси «Хёнде Солярис». Рядом китайский внедорожник, а у обочины с вырванным колесом «Фольксваген Тигуан». Подробности аварии правоохранители не сообщают, но говорят о том, что в аварию попали все-таки четыре, а не три транспортных средства. С 24 октября около 22.00 на проспекте Ленина в городе Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения. Обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции. Редактор субтитров А.Семкин